Донецк В свое время Донецк был известен как город футбола, принимавший чемпионат Европы, город шахтеров и металлургов, город миллиона роз и даже город бандитов. Но в последние годы Донецк известен всему миру как одна из горячих точек на карте. Донецк В этом видео будут показаны именно те проекты и те сооружения, которые не просто были на этапе разработок, планов и фантазий каких-то выпускников, архитекторов и дизайнеров, а как минимум утверждены к строительству и как максимум находятся на этапе завершения или сдачи в эксплуатацию. Это будут и самые известные нереализованные постройки и те, о которых мало кто знает даже среди дончан. Некоторые из них могут показаться футуристичными и в то, что это на самом деле было бы построено в Донецке, сложно поверить. Стоит сказать и то, что большая часть из указанных проектов к моменту выхода этого видео уже была бы реализована и сдана в эксплуатацию. Начнем с довольно амбициозного, но не столь известного проекта – Герц Парк. Для этого нам нужно переместиться в центр Донецка к реке Кальмюс. Жилой комплекс Герц Парк должен был расположиться на территории вблизи другого жилого комплекса – европейский. Здесь до сих пор осталась огромная площадь под проект, огражденная забором. Сам комплекс представлял бы из себя два здания в 24 этажа с довольно оригинальным дизайном, высотой более 66 метров, имеющие подземный паркинг, которые придали бы набережной совершенно новый, современный вид. На сегодняшний день территория, где должны были стоять две новые высотки, выглядит так. Во всех открытых источниках статус проекта указан как «Подготовка к строительству». Если искать информацию о Герц Парке, можно найти и ролик от 25 июня 2014 года, где показаны работы по выносу газопровода. Согласно информации, указанной на сайте застройщика, как минимум 9 человек уже приобрели жилую площадь в еще не построенном комплексе. Кроме этого, на сайте можно найти и много другой интересной информации, касаемо проекта. У кого есть желание знакомиться лично, все ссылки по незавершенным проектам Донецка будут в описании. Что касается не только этого, но и других проектов, расположенных на набережной Кальмиуса, они все повлияли бы и на изменения самой набережной, на которой вместо заросших тропинок, как минимум, появились бы тротуары, зоны отдыха, аллеи, спортивные площадки и прочее. Недалеко от Герц Парка пройдем немного южнее, где также у Кальмиуса расположен один из самых известных незавершенных проектов Донецка – Кальмиус Арена. Даже самые юные дончане знают о том, что недалеко от центра города, который год простаивает масштабная замороженная стройка современного хоккейного стадиона. Так как это наиболее известный недострой города, коротко пройдем по имеющимся данным. Стройка стадиона началась в 2013 году, а открытие было запланировано уже на 2015. Вместимость рассчитана на 16 тысяч человек, а сам стадион имел бы возможность проведения не только хоккейных, но и баскетбольных матчей. Огражденная зона, поржавевшие материалы и заброшенные краны – так выглядит место стройки Кальмиус Арены в 2020 году. Если говорить более конкретно и о не столь распространенных данных, постройка стадиона подразумевала и реконструкцию прилегающих участков, расширение проезжей части на 4 полосы для транспорта, оборудование тротуаров шириной в 3 метра и восстановление инженерных сетей. Ну и что самое интересное – преобразование заросшей замуцаренной зоны, где также протекают Кальмиус, в парковую зону. Теперь снова вернемся к менее известным проектам. Однако среди нереализованных – этот один из самых крупных. Квартал Люксембург Информации по жилому комплексу «Квартал Люксембург» осталось не так много, как хотелось бы. Сам комплекс начали строить еще в конце 2011 года. Первый дом, не отступая от планов, был сдан уже в 2013. А завершение постройки всего жилого комплекса планировали на 2016 год. В него вошло бы 6 домов бизнес-класса с подземным паркингом, оборудование бульвара и зон отдыха, школа раннего развития детей, библиотека и большая спортивная площадка. Квартал Люксембург. Дворцово-парковый комплекс в центре Донецка. Сейчас зона планируемого жилого комплекса занята всего одним из 6 домов, а остальная территория под застройку ограждена. Здесь мог бы находиться один из самых больших жилых комплексов Донецка, а расположиться он должен был возле третьего городского пруда, недалеко от следующего незавершенного проекта. Григорьевская международная школа. Дончане прозвали эту школу школой Ахметова. В отличие от других объектов, эта школа уже практически полностью завершена и готовилась к началу работы. До ее запуска оставалось совсем немного. 1 сентября 2014 года было запланировано открытие школы. Как говорится на официальном сайте Григорьевской школы, само здание уникально и не имеет аналогов на Украине. Сооружение выполнено в виде 6 отдельных блоков в форме книг, каждый из которых имеет свое предназначение. Около 600 детей могли бы получать образование в ней уже более 6 лет. Обучение детей проходило бы сразу на двух языках. Об оборудовании самой школы говорить не стоит. Естественно, что она имела бы самую современную комплектацию и все необходимое значение. Прилегающая территория была бы облагорожена и здесь, в том числе и берег 3-го городского пруда, который сегодня выглядит так. Еще один довольно футуристичный для Донецка жилой комплекс должен был раскинуться на берегу Кальмиуса. Жилой комплекс Адмиралтейский. Стройка объекта началась в 2013 году. По проекту жилой комплекс состоял бы из 7 зданий. 4 домов высотой в 24 этажа и 3 высотой в 8 этажей. До начала боевых действий успели возвести только одно здание. Территория новостроек заняла бы 27 тысяч квадратных метров. А набережная Кальмиуса получила бы свое обновленное продолжение. И наконец-то была бы облагорожена до конца улицы. Застройщик, уже построивший несколько выделяющихся высоток в Донецке, удалил информацию об этом проекте. И сегодня эта стройка имеет такой вид. В сумме с этим жилым комплексом набережная уже бы изменилась до неузнаваемости. Но это не все высотки, которые должны были обновить Кальмиус. Бульвар Сити Жилой комплекс высотой в 26 этажей. Строительство высотки началось еще в 2012 году. Окончание было запланировано на 2015. Отличным Бульвар Сити от других недостроек Донецка стало то, что его продолжили строить уже после начала боевых действий в 2017 году. И на сегодняшний день он уже близок к завершению. Приступив к этому ролику, я не могу не задеть и те проекты, которые многие в различных статьях и выпусках указывали как нереализованные. А на деле являются в лучшем случае предположениями. А если говорить точно, не имеют даже утвержденных планов на создание. Среди таких можно выделить жилой комплекс Бостон, многофункциональный комплекс Амбассадор, областной художественный музей и, конечно же, надземное метро. Так, для примера, множество раз указанный областной музей, к которому некоторые авторы даже назначили дату окончания строительства, на самом деле не только не имеет хотя бы плана строительства, но даже внешнего наброска или макета. Обсуждения о его создании на самом деле велись, и даже есть предполагаемое место постройки. Но до конкретных проектов дело так и не дошло. Чего только стоит целый ряд вариантов музея. Также самая известная тема среди заброшенных построек – это метро Донецка. Как подземное, так и надземное. История Донецкого метро началась еще с подземного в 1993 году, строительство которого отменили окончательно в 2011 году после многих отсрочек. Тогда же и появились планы вместо подземного построить надземное метро, проектом которого должны были заниматься около двух лет. Однако и в 2013 году даже плана не появилось. Одни утверждали о закрытии проекта в целом, другие предлагали заняться новым проектом. Рядом с Центральным парком культуры и отдыха имени Щербакова у 2-го городского пруда должен был расположиться новый парк. Парк студенческий. Заросшие кривые тропинки, старые износившиеся спортивные площадки должны были превратиться в новый парк вдоль 2-го городского пруда. Полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки и остатки тротуара. Но уже весной городские власти обещают превратить место в зону отдыха. Уже в 2013 году был создан его проект. Он вместил бы в себя зоны для выгула собак, пляж, спортивную площадку и другие облагороженные зоны отдыха. Но сейчас это место выглядит совсем иным образом. Перед последней тройкой стоит упомянуть и несколько проектов, не вошедших в основной список. Жилые комплексы «Мечта», «Пинтерхаус» и «Радужный», «Отель Дружба» и «Многострадальный отель Украина». Все эти сооружения тоже могли бы пополнить список новостроек Донецка. Переместимся в самый центр Донецка. Рядом с площадью Ленина стоит высокое здание с куполом. Это бизнес-центр «Конгресс-холл». Высотой в 22 этажа с подземным паркингом, офисными помещениями до 650 квадратных метров и общей площадью 18 тысяч квадратных метров. «Конгресс-холл» начали строить еще в далеком и светлом 2006 году. Но в 2008 году, году в котором Китай принял Олимпийские игры, в Европе запустили адронный коллайдер, а наши родители пересчитывали удвоившиеся кредиты, строительство «Конгресс-холла» приостановилось. С тех пор стройка шла с постоянными перебоями. В адекватный внешний вид здание было приведено к Евро-2012. Однако сооружение еще далеко от завершения. Сама же гостиница «Централь» должна была быть достроена еще тремя этажами сверху. Ну а нам остается только догадываться, насколько сильно этот бизнес-центр преобразил бы центр города. Центральный универсальный магазин Мало кто знает, но уже в 2015 году планировалось завершить масштабную реконструкцию Центрального универмага Донецка. В планах по реконструкции стало увеличение площади, создание подземного паркинга, преобразование фасада здания, установка стеклянного купола и стеклянных витрин и открытие террасы с видом на центр города. Однако с началом боевых действий на Донбассе преобразование ЦУМа так и не началось. Еще одна затянувшаяся стройка – жилой комплекс «Привокзальный». Как уже стало ясно из названия, жилой комплекс расположился бы рядом с железнодорожным вокзалом Донецка. Подробной информации по проекту крайне мало. Сооружения начали возводить еще в 2008 году, и с этого времени здания имеют далекий от завершения вид. Сейчас большая территория так и остается ограждена забором под застройку новых домов. А пустующие недостройки вдоль дороги несут удручающий вид. Некогда уже частично преобразованный район Донецка тоже мог бы значительно измениться. Все указанные проекты имели конкретные планы, сроки и бюджеты. А целью ролика было показать без фантазий, предположений, домыслов то, какие изменения претерпел бы Донецк, если бы не началась война. Тем, кто захочет каким-либо образом привязать к ролику политику, просьба воздержаться от комментариев, дабы не быть перемещенным в аналы бана. Ну а всем остальным, спасибо за просмотр. Если б не было войны, никто калитку стуком не тревожит, и глохну я от этой тишины.